Я первая говорящая Чихуахуа Софи. А я ее хозяйка Аня и это научно-популярная рубрика Спроси Софи. Дрожь считается признаком Чихуахуа и некоторых других мелких пород. Но собаки бывают разные и характеры у них тоже разные. Так в чем же причина дрожи и почему одни собаки дрожат чаще, а другие реже? Итак, причины дрожи и как с ними справляться. Первая и самая адекватная причина это холод. Чихуахуа очень быстро расходует тепло за счет интенсивного обмена веществ. И дрожь является одним из способов согреться. Да-да, более того, Чихуахуа не имеет подшерстка и быстро теряет тепло в холодное время года. Поэтому не давайте собачке мерзнуть дома и одевайте ее тепло на улицу. Иногда достаточно просто согреть животное, чтобы оно перестало дрожать. Вторая наиболее популярная причина это страх или испуг. Несмотря на все свое бесстрашие активности, окружающий мир для маленькой собачки кажется непонятным и враждебным. Постарайтесь со щенячьего возраста помочь собаке побороть свои страхи. Это можно делать при помощи знакомства с новыми людьми и предметами. Частые прогулки помогают преодолеть боязнь незнакомцев, громких звуков и движущихся вещей. Если вы упустили этот момент в детстве и собачка выросла в тепличных условиях, начинайте учить ее преодолевать страхи сейчас. Не забывайте подбадривать и поддерживать, но не поощрять страх. Третьей причиной чаще всего является ожидание и приятное волнение. Да-да, слегка странно, но чихуахуа может дрожать и трястись от волнения в ожидании вкусненького или прогулки, либо других событий, вызывающих сильные приятные эмоции, которые происходят регулярно, либо когда что-то новое и хорошее происходит в их жизни. Но помните, если вы реагируете на это проявление дрожжи положительно, жалеете, сюсюкаетесь, радуетесь этому, другими словами, всячески поощряете, это может перейти в своеобразную форму общения для выражения эмоций собаки. Четвертое. Стресс. В каком-то смысле это похоже на боязнь, и это может быть что угодно. Незнакомец, смена обстановки. Но чаще всего питомец будет дрожать, когда что-то напоминает ему о пережитом стрессе или неприятной истории из его жизни. Например, этот же незнакомец когда-то сделал ему больно, и собака это помнит. Помните, чем более развита собака, чем лучше ваш с ней контакт, и чем более многообразна ее жизнь, тем менее она подвержена стрессам. Также иногда причиной может быть нервы или нервное возбуждение. Некоторые собаки имеют нервный характер. Все собаки разные. О том, как бороться с собачьим перевозбуждением, говорящая Чихуахуа Софи, обязательно расскажет в каком-нибудь своем видео. Также существует мнение, что Чихуахуа дрожат от переизбытка энергии. Несмотря на маленькое тело, они имеют большие запасы энергии. И как говорят, если бы вы могли спросить их, почему они дрожат, вероятно, ответ был бы «потому что я могу». В таком случае нужно давать собаке достаточное количество активности для ее характера. Некоторые собаки любят поспать и полениться, а кому-то нужны часовые игры. Изучайте и учитесь понимать свою собаку. В некоторых случаях дрожь может сигнализировать о той или иной форме боли, проблемы. Если собака вдруг начинает сильно трясти или качать головой, это может быть сигналом о проблеме с ушами, например. Следите за здоровьем своей собачки постоянно. Также бытует мнение, что причиной дрожи может являться низкое содержание сахара в крови. Чаще всего это распространено у собак мини. Уровень сахара можно узнать, сдав предварительно анализ крови. Для решения данной проблемы нужно пересмотреть рацион питания и поможет вам в этом ветеринар или ваш заводчик. Психология у чихуахуа все-таки собачья. А значит, что все, что работает для любой собаки, работает и для чихуахуа. Но тут нужно учитывать, что это маленькая собачка с подвижной психикой. Поэтому методы воздействия нужно выбирать аккуратно. Помните, дрожь – это необязательный признак для чихуахуа или другой маленькой собаки. Все зависит от ситуации и характера конкретной собачки. И чем более развита собака, чем лучше вы с ней контактируете и знаете ее. Чем более разнообразна ее жизнь, тем менее она подвержена стрессам, волнению, страхам и другим негативным факторам. Любите своих собак. Подписывайтесь на канал Чихуахуа Софи. Вступайте в наши группы ВКонтакте и будет вам счастье.